Здравствуйте, друзья! Меня зовут Инна. Это канал SpeakEasy. На этом канале я записываю видео, которые помогают изучать английский язык. Не забывайте поддерживать канал своими лайками и комментариями. Это видео посвящено грамматике английского языка. Сегодня мы разбираем время Past Continuous Tense. В этом видео мы узнаем, как формируется это время, а также попрактикуемся использовать его в речи. Итак, какое же действие обозначает время Past Continuous Tense? Это действие, которое происходило в определенный момент или в определенный период времени в прошлом. Общая формула Past Continuous – это be плюс глагол с инговым окончанием. Эта формула нам уже знакома. Это та же самая формула, которая используется для Present Continuous. Разница только в том, что у глагола be в present три формы – am is a, а у глагола be в past, а речь идет сейчас как раз о past, о прошлом. Так вот, у глагола be в прошлом две формы – это was и were. Местоимение I, he, she, it всегда используется с глаголом was. Местоимение we, you, they всегда используется с глаголом were. Ну и как следует из формулы, затем глагол с окончанием in. Давайте почитаем примеры. I was writing. Я писала. He was reading. Он читал. She was running. Она бежала. It was swimming. Она плавала. Возможно, речь идет о собаке. We were listening. Мы слушали. You were eating. Вы ели. They were dancing. Они танцевали. Получается, что когда мы видим в предложении вот такую конструкцию was плюс глагол с инговым окончанием, were плюс глагол с инговым окончанием, это сигнализирует нам о том, что действие происходило в прошлом и в какой-то конкретный, в какой-то определенный момент. Давайте сейчас получимся применять формулу на практике. Наша задача раскрыть скобку, то есть использовать данный глагол в past continuous. В 9.30 мы учили японские слова. Конструкция were studying говорит о том, что действие происходило в конкретный момент в прошлом. И в этом же предложении нам указан этот конкретный момент в 9.30. Вот что дает нам основание использовать past continuous – конкретное указание времени. Так же, как в русском языке можно сказать 9.30, так и в английском мы можем сказать 9.30. Но так же, как в русском мы можем сказать половина десятого, в английском так же можно выразить время таким образом. И тогда мы скажем half past nine. Давайте посмотрим еще один пример. Раскрываем скобки. Она танцевала весь вечер. Это тоже past continuous – тема нашего урока. Что нам дает основание использовать здесь past continuous? Слово whole. Это слово чаще всего сигнализирует о том, что действие происходило в конкретный, в определенный период в прошлом. И поэтому мы имеем полное основание использовать past continuous. Применяем формулу was на первом месте плюс глагол с инговым окончанием. Давайте посмотрим еще на один пример. It was raining when I got up. Шел дождь, когда я встал. Что нам дает основание использовать здесь past continuous? По сути дела, мы конкретно время не указываем, как было в предыдущем примере, например, в половину десятого. Также нет слова whole, который тоже сигнализирует о past continuous по большей части. Однако здесь есть другая подсказка на past continuous. Здесь есть другое действие, параллельное действие. Это got up – встал. И вот это второе действие, оно переносит нас в прошлое. И вот именно в этот момент, когда я встала, шел дождь. По сути дела, мы видим два параллельных друг другу действия. Нужно научиться различать эти действия. Какие из них являются краткими, мы передаем их при помощи past simple. Действия, которые более длительные по протяженности выполнения, всегда передаются при помощи past continuous. Обратите внимание, was raining – past continuous. Got up – past simple. Потому что шел дождь – это действие гораздо длиннее, чем я встала. Еще один пример. Они обедали, когда она позвонила. Мы используем это время, потому что у нас есть для этого основание. Второе параллельное действие – это звонила. Глагол «звонила» – более краткое действие по сравнению с выражением «обедали». Поэтому «звонила» мы используем в past simple, а «обедали» используется в past continuous. Давайте теперь разберемся, как же делать предложения отрицательными, как ставить вопросы, общие и специальные. Чтобы сделать это предложение отрицательное, нам, конечно же, нужна частица not, и ее мы прибавляем к глаголу was. Можно сократить «I wasn't working» – «я не работала». Чтобы поставить общий вопрос, смотрим на утвердительное предложение. Выносим «was» на первое место. Все остальное остается без изменения. «Was I working» – «я работала». И краткие ответы «да» – «yes, I was». И краткий ответ «нет» – «no, I wasn't». Давайте для тренировки еще поставим специальный вопрос. Для этого мы вопросительное слово ставим на первое место, а за ним идет общий вопрос без изменения. «Why was I working»? Почему я работала? Рассмотрим еще один пример с глаголом were. «You were eating» – «вы ели». Чтобы сделать предложение отрицательным, частицу not прибавляем к глаголу were. «You were not eating» – можно сократить. «You weren't eating» – «вы не ели» или «ты не ел». Поставим общий вопрос и спросим «ты ел» или «вы ели». Для этого выносим «were» на первое место. «Were you eating»? И краткие ответы «да» – «yes, you were». И краткий ответ «нет» – «no, you weren't». Теперь поставим специальный вопрос. «Почему вы ели?» «Why were you eating»?» Давайте теперь потренируемся таким образом. Вы ведите перед собой утверждение. Остановите видео, сформируйте отрицание, поставьте общий вопрос, дайте краткие ответы и еще специальный вопрос. Затем включите видео и проверьте себя. Нам дано предложение «he was fighting» – «он сражался» или «он дрался». Делаем его отрицание. «He wasn't fighting» – «он не дрался». Общий вопрос. «Was he fighting» – «он дрался»? «Yes, he was» – «да». «No, he wasn't» – «нет». «Why was he fighting»?» «Почему он дрался?» И еще одну тренировку с глаголом «were». Нам дано было предложение «they were flying» – «они летели». Делаем его отрицательным. «They weren't flying» – «они не летели». Ставим общий вопрос. «Were they flying» – «они летели». «Yes, they were» – «да». «No, they weren't» – «нет». И специальный вопрос. «Why were they flying» – «почему они летели?» Итак, давайте подведем итог тому, что на данный момент мы узнали. Время «past continuous tense» обозначает действие, которое происходило в определенный момент в прошлом или в определенный период времени в прошлом. Его формула – это «was» – «were» плюс глагол с инговым окончанием. Давайте теперь потренируемся. Нам дано вот такое предложение. В конце предложения я написала два глагола. Это значит, что нам нужно раскрыть скобку, использовать глаголы в соответствующем времени. Это параллельные друг другу действия. Два действия. «Кушали» – «не ответили». Нам надо отрицание. Мы видим частицу not. Когда происходят два параллельных друг другу действия, мы об этом ранее уже говорили в этом видео, нужно определить, какое из них длиннее – это будет past continuous. Какое из них короче – это будет past simple. Итак, раскрываем скобки. Я ужинала, поэтому не ответила на телефон. Я ужинала, поэтому не ответила на телефон. Потому что ужинала – это действие гораздо длиннее, чем действие «не ответить на телефон». Следующий пример. Они нас не ждали, когда мы приехали. «Weren't waiting» – более длительное действие по сравнению с действием «arrived». Поэтому «Weren't waiting» – «arrived» – «past simple». Продолжаем дальше. «It was snowing when we left the pub». Шел снег, когда мы вышли из паба. «Was snowing» – past continuous – это действие гораздо длиннее, чем действие «выйти из паба». Он познакомился со своей женой, когда он жил в Китае. «I wasn't watching TV when you came». Я не смотрел телевизор, когда ты пришел. Он сломал себе руку, когда играл в футбол. «Were you driving fast when the police stopped you?» Вы быстро ехали, когда полиция остановила вас? «You were laughing when I took the photo». Ты смеялась, когда я фотографировал. «It was snowing when our plane landed». Шел снег, когда наш самолет приземлился. Что он делал, когда пришел его начальник? «The sun was shining when I left for work». Солнце светило, когда я ушел на работу. Итак, формула образования past continuous – это was, were плюс глагол с инговым окончанием. Если в прошлом мы передаем действия, которые параллельно совершаются друг к другу, нам нужно проанализировать. Более длительное действие мы передаем при помощи past continuous. Более короткое действие при помощи past simple. Если с моей помощью вы разобрались со временем past continuous, если это видео было для вас полезное, не забудьте поддержать его лайками и комментариями. А я прощаюсь с вами и желаю больших успехов в изучении английского языка.